Вау! Охренеть! Это кошмарные аниматроники маленькие, Фрейзи. Это у тебя пукань горит, да? Бывает, бывает. Это, кстати, комната похожа на комнату из трейлера. Фокси, поймаешь голову? Поймаешь? На счет три давай. Раз, два, три! Я промокнулся! Черт! Я промокнулся! Фокси, почему ты не попрыгнул? Нет! Привет! Сегодня мы починим сразу двух аниматроников Фредди и Фокси в хардмоде на 8 VR. Наверняка это будет очень сложно, поэтому мне просто необходима твоя поддержка лайком под этим видео. Это канал ФНАФПЛЕЙ, а я, Медвежонок Фредди. А сейчас погнали чинить аниматроников. Сегодня нас ждет починка еще двух аниматроников. Это Фредди и Фокси. Начнем, конечно же, с Фредди и посмотрим, что там ему нужно починить. И как же он изменился в кошмарном режиме. Надеюсь, будет круто. Я уже нажал на кнопку, а значит, мы начинаем. И... Погнали. Да? Да. О, вау! Охренеть! Это... Это же... Слышите? Здрасте! Здрасте! Это... Это... Давайте отправим их в бюро находок. Это же были эти... Да заткнись! Аккуратно возьмите и удалите кепку ребенка изо рта Фредди. Телефон улетел. Подождите, это были... Космарные аниматроники маленькие Фредди. Прикольно. Кто-то мне сказал, что я монетку пропустил здесь. Под какой-то шкатулкой. Так, возьми. Во, монетка, действительно. Хорош. Взяли. Спасибо всем за подсказку, друзья. Кто это написал, тот молодец. Эм... Это, кстати, комната похожа на комнату из трейлера. Кто-то тоже про это писал. Ладно, давайте починим быстренько его. Фредди довольно... Хорошая работа. Теперь положите кепку в ящик с потерянными вещами справа. Я думала, что проиграем. Теперь давайте удостоверимся, что больше ничего не застряло внутри. Чтобы получить доступ к грудной клетке Фредди, возьмите галстук-бабочку Фредди и потяните на себя. Давай-давай-давай. Хорошая работа. Ай, блин, случайно, случайно. Это что было? Ну, мы или скримак хотя бы, ладно. Случайно немножко, да, перестарался. С вытягиванием. Короче, поехали. У-у-у, скримаки. Повсюду скримаки это кошмарный режим, а это значит, скримаков будет очень-очень много. Сразу сейчас раз-два и... Добро пожаловать в комнату запчастей. Хорошая работа. Теперь положите кепку в хорошую работа. Грудная клетка Фредди теперь открыта. Сделайте киски и часы и положите в ящик потерянных вещей. Похоже, за музыкальной шкатулкой Фредди находится детский ботинок. Аккуратно поместите музыкальную шкатулку на рабочий стол слева от вас. Ага. Отличная работа. Теперь достаньте детский ботинок и положите его в ящик потерянных вещей. Готово. Хорошая работа. Верните музыкальную шкатулку в грудную клетку Фредди, и мы закончим на этом. О нет, кажется, вы неправильно обращаетесь в музыкальную шкатулку Фредди. Но это нехорошо. Замену сможете найти на рабочем столе. Я уже нашел. Медленно и плавно ставьте музыкальную шкатулку. Проблема предотвращена. Чтобы закрыть грудную клетку Фредди, нажмите большую черную кнопку в центре лица Фредди. Это завершает ваше время в комнате запчастей. Ваша зарплата будет урезана соответственно. В общем, починили мы с вами Фреддика. Это было легко. Это было изично. Это было как нифиг делать. И все круто. Посмотрим подарочек. Ё-моё, какой ты мелкий, капец. Это плюш-трап. Ты посмотри, какой он мелкий. Ё-моё, прикольно. Он куда-то бежит, куда-то торопится. Куда ты? А чё ты упал-то? Давайте съедим его, что ли. По традиции. Он не съедается. Он невкусный. Фу, кака. Не жрётся он, короче. Фиг с ним. Не хочешь жрать плюш-трапа? Не надо. Никто тебя не застар. Мне кажется, он пережрал просто этих фигурок уже. Ему уже не лезут они в горло. Ну и бывает. Чё бы нет. Чё бы нет. А сейчас у нас будет кто? Правильно, Фокси. Конечно, кошмарный. Точнее, в кошмарном режиме. Починочка. Офигенного Фокси. Ну, давайте, поехали. Я, в принципе, готов чинить Фокси. Это будет весело, наверное. Может быть, он нас пару раз убьёт даже. Добро пожаловать в комнату запчастей. Вау. Фокси был неисправен в течение некоторого времени. Эта серия простых ремонтных действий должна вернуть его в полное рабочее состояние. Сперва аккуратно поднимите... Вау. Мы попали в ад? Что? Какого хрена мы в аду? Мы ж не вели мафтум. Чё за фигня? А где ещё одна монета? У меня вопрос. У меня встал вопрос. Где ещё одна монета? Фокси, слышь, у тебя монета, нет? Вау, обгоревшая башка Фокси. Стой. Вау, офигенно. По телевизору показывают какую-то фигню. Или это у тебя вместо камина, так, да? Для атмосферы. Ну, прикольно, Фокси, прикольно. Мне нравится. Так, давайте попробую найти всё-таки монету. Может, она где-то здесь валяется, последняя-то. Не могу найти. Может, у нас сзади Фокси. Давайте обойдём, мы посмотрим там. Где у тебя монета-то последняя, э? Фоксиан? Это у тебя пукань горит, да? Бывает, бывает. Жесть, конечно, да. Может, внутри есть монета, нет? Нет, внутри у тебя монета нет. Печаль. На самом деле, возможно, где-то есть последняя монета, но... Найти я её не могу. Ща будет прикол, смотри, чекай. Теперь чекай. Ща играем с Фокси в баскет. Фокси. Фокси, поймаешь голову? Поймаешь? На счёт три давай. Раз. Два. Три. Я промокнулся. Чёрт! Я промокнулся. Фокси, почему ты не подпрыгнул? Нет. Вот и скример кошмарного адского Фокси. Жопа. Воу! Офигенно. Хорошо. Ты думаешь, я не попаду? Ты думаешь, я не попаду, да? Ты во мне сомневаешься? Сейчас я тебе покажу, как надо. Я тебе покажу идеальный бросок. Вот сейчас чекай. Вот чекай вот сейчас. Всё, сейчас всё будет. Добро пожаловать в конкурс частей. Фокси был неисправен в течение нескольких времени. Эта серия простых ремонтных действий должна быть в полной рабочем состоянии. Опа! Уху! Попал! Красиво. Ага. Рекомендуем вам не сводить глаз с Фокси всё время. Вам нужно будет поместить новые контрольные предохранители в открытые разъёмы. Для продолжения. Извлеките предохранитель из ящика под номером один, который соответствует неактивному разъёму Фокси. Чтобы избежать телесных повреждений, дождитесь, пока ноги Фокси перестанут двигаться. Хорошая работа. Отлично. Фокси восстановил контроль над ногами. Деликатно напоминаем, что рекомендуется не спускать глаз с Фокси всё время. О, нет. Похоже, что бывший сотрудник пытался починить трудный мотор Фокси, используя неверный предохранитель. На. Да блин! Нет! Чёрт, он же рукой ещё машет. Вашу мать. Ну-ка, ну нам хана, нам сейчас. Лови! Кошмарные скримеры с Фокси. Пара-пара-пам. Ну, а чё бы нет. Чё-то мы сегодня отхватываем, да? Отхватываем мы сегодня скримаков. Ух. Я просто тороплюсь, сделал даже не в лайках, а... Нельзя, торопись! Фокси... О, нет. Похоже, что у Фокси сбоят патентованные сервоприводы. Рекомендуем вам не сводить глаз с Фокси... Да я не хотел тебя втыкать ещё, козлина! Ну, а это дерьмо, а? Ну, ладно, беги. Ух! Прямо через телевизор. Класс, класс. Не, ну это надолго. Так мы надолго с ним, да. Хорошо. Давайте нормально, внимательно возьмём, починём его, потому что это уже бесит. Добро пожаловать в комнату запчастей. Фокси был неисп... О, нет. Похоже, что у Фокси сбоят патентованные сервоприводы. Рекомендуем вам не сводить глаз с Фокси всё время. Хорошая работа. Фокси восстановил контроль над ногами. Деликатно напоминаю... Подожди, я подожду. О, нет. Похоже, что бывший сотрудник пытался починить грудную... Хорошая работа. Остальные грудные предохранители расположены в ящиках под номерами 2 и 4. Установите оба предохранителя, чтобы продолжить. Да почему? Твою мать, а тут какие? Тут двойные, тройные, вообще не те. А как тебе должен вставлять в него эту хрень, если они мигают разными цветами? Это же бред. Там реально... Она мигнула один раз тем цветом, которому не нужно. Но... Но Фокси сказал, в жопу всё это. Я давай тебя буду убивать. И всё. И ничего с тобой не поделаешь. Добро пожаловать в комнату запчастей. О, нет. Похоже, что у Фокси сбоят патентованные сервоприводы. Рекомендуем вам не сводить глаз с Фокси. Блин! Иди в жопу. Задрал, реально. Задрал, серьёзно. Бесишь. Не то. А может в грудь ему? А, ему в грудь надо ставить. Подожди, подожди. Во-во-во. Нашёл. Поймать. Вот он. Есть! Получилось. Извлеките глаз Фокси из ящика под номером 3. Когда глазная повязка Фокси будет полностью открыта... Есть! Наконец-то. Слушай, это было сложно. Класс. Хорошо, это было сложно. Ладно, я что-то не догадал, что в следующем ящике тоже могут быть подобные штуки. Тупанул. Бывает. Но мы прошли. Бэйби. Обычная. Обычная бэйби. Ничего бы нет. Ну что, бэйби, сожрём тебя. Ты хотел сречу неё под юбкой? Вот, ля. Смотри. Контент. Видишь? Что там? Там... О-о-о-о. Это всё. Это 18+. Поэтому я её лучше съем. Лучше бы я это не показывал. Ладно, бывает. Ну хорошо. Это был Фокси. Это было сложненько. Мы это сделали. Ну, допустим. Да, привет, Козлина. Я предлагаю закончить на этом серию, наверное. Всё-таки я вымытался на этих аниматрониках, на этой починке. И в следующей серии мы с вами посмотрим ещё два режима с Мангл и Сеннердом. Вентиляция, наверное, одновременно. Потому что я думаю, что это будет очень быстро. Так что... Не забывай ставить лайки и пиши, какой режим с починкой аниматроников тебе понравился больше. С Фредди или с Фокси? Лично с Фокси для меня было немножко посложнее. Но с Фредди было довольно прикольно. Тоже было необычно. Всё в таком черно-белом стиле. И, в принципе, были даже кошмары. Вот эти маленькие аниматроники. Поэтому было круто. Надеюсь, тебе эта серия понравилась. Ты уже поставил лайк. А в следующей серии мы посмотрим починку вентиляции. Фредди мы починили быстро. А вот с Фокси пришлось повозиться. И самое сложное было в том, что предохранители постоянно мигали и меняли цвета. Но благодаря вашим лайкам мне всё же удалось его починить. А в следующей серии будет починка вентиляции. А сейчас всем удачи и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!